Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00. В эфире Вектор ТВ. Вашему вниманию программа Рубикон. В эти минуты наша команда представит обзор чрезвычайных происшествий, отмеченных на территории Витебской области. Судья Игля Прокофьев, здравствуйте. Новые подробности убийства в Полоцке. Трагедия произошла в конце прошлого года. Прежде чем обвиняемый закопал своего знакомого во дворе его дома, тело убитого несколько недель пролежало в сарае. В начале декабря 2019 года жители микрорайона Громы забили тревогу. Пропал их сосед. Через несколько дней правоохранители нашли тело мужчины, закопанного во дворе его дома. Следователи выяснили, что конфликт между двумя полочанами произошел еще в начале ноября 2019 года. Возвращаясь из магазина, во дворе дома, где они проживали, началась потасовка. В результате бывший заключенный нанес своему знакомому различные травмы, от которых 41-летний мужчина скончался. После случившегося тело убитого хранилось в сарае несколько недель. После чего обвиняемый произвел его захоронение на территории уже указанного дома владения, где у них произошел конфликт. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть из потерпевшего носит криминальный характер. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, что обвиняемый вину свою не признает. Расследование уголовного дела продолжается. ДТП в Полоцком районе. В результате обгона произошло лобовое столкновение двух легковушек. Пассажирка одного из автомобилей оказалась заблокирована. Авария произошла вечером 28 января неподалеку от деревни Чернещина Полоцкого района. Автомобиль Volkswagen Passat лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mazda. Житель города Полоцк, 99-го года рождения, на автомобиле Passat, двигаясь по автодороге Полоцк-Ново-Полоцкого, в деревне Чернещина, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mazda 6. За рельем автомобиля находился житель Верхнедвинского района, 89-го года рождения. В результате столкновения он получил телесные повреждения. Из-за столкновения двух легковушек пассажирка автомобиля Volkswagen оказалась заблокирована. Понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли 23-летней девушке выбраться из автомобиля. Все участники ДТП нуждались в медицинской помощи и их с различными травмами доставили в больницу. Предварительно водители автомобилей были трезвы. Проверка по факту ДТП продолжается. Еще одна дорожная авария произошла в Полоцком районе. На этот раз пострадал пешеход, который внезапно вышел на проезжую часть. Вечером 2 февраля автомобиль Peugeot под управлением 27-летнего водителя двигался со стороны города Мюоры. Возле поворота на деревню Островщина на проезжую часть внезапно вышел пешеход. Автомобиль наехал на новополучанина 1982 года рождения. Водитель Peugeot о травмированном пешеходе незамедлительно сообщил медикам. В результате ДТП пешеходу были причинены различные степени тяжести и телесные повреждения, с которыми он был доставлен на лечение в учреждение здравоохранения Полоцка Центральная городская больница. В настоящее время следователи Полоцка Межрайонного отдела Следственного комитета по факту ДТП проводятся проверки. Ночной хулиган с ножом. Новополучанин безо всяких причин порезал колеса четырех автомобилей. Жертв могло бы быть и больше, но у парня сломался нож. 22-летний молодой человек прогуливался по ночному Новополуцку. По неизвестной причине возле одного из домов по улице Парковой он достал нож и стал резать колеса автомобилей. Поврежденными оказались как легковушки, так и микроавтобусы. Внезапно нож сломался. Только лишь этот факт позволил остальным автомобилям не пострадать. После этого молодой человек решил сам рассказать о своем поступке. Он позвонил в милицию и сообщил о произошедшем. Новополучанин находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. В выдыхаемом им воздухе содержалось более полутора промиллей алкоголя. В отношении хулигана следователи возбудили уголовное дело. Предварительно пострадавшие ценили ущерб на общую сумму в размере 600 рублей. В Новополуцке горел двухэтажный строящийся дом. В ходе происшествия никто не пострадал. Точная причина возникновения пожара устанавливается. 30 января на путь спасателей поступило сообщение о пожаре в гараже дома в частной застройке Новополоска. О происшествии сотрудникам МЧС сообщила соседка. По прибытию наших подразделений обнаружено было задымление из-под кровли двухэтажного дома, где по ходу разведки обнаружено очаг возгорания в подвале, в ходе чего пострадало имущество хозяина дома и строительные материалы. В момент пожара в строящемся двухэтажном доме никого не было. Точная причина возникновения происшествия устанавливается предварительно. Пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В одной из квартир Витебска произошла кража. Пенсионерка не нашла у себя в сейфе 7 тысяч долларов США и золотые украшения. Об украденном женщина узнала еще полгода назад. Но за помощью к правоохранителям обратилась только сейчас. Витебска часто ездит за границу к дочери и сыну. Перед очередной поездкой в августе прошлого года попросила своего знакомого настроить компьютер. После чего у женщины из сейфа пропали 7 тысяч долларов США и золотые украшения. Во время наладки техники на глаза гостю попался сейф, в котором торчали ключи. Воспользовавшись моментом, мужчина похитил чужое имущество. Примечательно, что пропажу женщина обнаружила спустя некоторое время, но из-за того, что вновь собиралась покидать страну, не стала обращаться в милицию. Только вернувшись в Беларусь в начале этого года, она отнесла заявление в РОВД. Правоохранители выяснили, что деньги грабитель потратил на дорогостоящую компьютерную технику, а драгоценности подбросил на крыльцо одной из церквей Витебска. Розыск в программе «Рубикон». Без вести пропал Соловьев Николай Иванович, 1953 года рождения. В июне 2008 года он вышел из своей квартиры, расположенной в городе Полоцке, по улице Вологина, и до сих пор его местонахождение неизвестно. На вид 55 лет, худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, глаза голубые. Если вам известна информация о местонахождении этого мужчины, сообщите об этом сотрудникам милиции по телефону, указанному на экране. Если вы стали очевидцем чрезвычайных происшествий, вас есть чем с нами поделиться, а то отправляйте свою информацию и видео с мест событий в наши социальные сети. А у нас на этом все. В эфире увидимся ровно через неделю. Будьте бдительны, не переходите «Рубикон». И до новых встреч на Вектор ТВ. Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. Интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и для каждого. Интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы.